Так вот, говоря о Тайту. Вот оно. Вот это игра. Вызов так есть. Я без понятия, узнали ли вы её? Но это дерьмо игра! Говорят, что с тех пор, как разработчики создали такую дерьмовую игру, они исчезли. Тем не менее, я нашёл их. Доброе утро. Рад встрече. Так значит, вы знакомы с этой игровой вызов? Конечно. Да, но мало кто из них выжил. Да верно, верно, верно. Те, кто зарабатывал эту игру. И что, они получили... Это была их компенсация. Приключительская игра от Битта Кейси. Это, без сомнения, самое проблемное творение для парфюмы Фомикон. Игроки в то время не удовлетворяли из-за её непрерывной сложности и внезапных смертей. Сколько всего было продано? Около 800 тысяч копий. 800 тысяч? Это же много. Столько же звуковой у Драгон Квеста. Меньше, чем первый Драгон Квест. Ну, мне кажется, меньше. Ну, на самом деле, ну, разработчики тогда восприняли всё очень серьёзно. Они встречались с Такейси Соном, и во время того, как они говорили о игре и ели, Такейси Сан понемногу пил саке, так что, когда он упивался, они использовали всё, что он наговорил. Такейси Сан делал несколько приложений на чё такое, чтобы было бы хорошие игры. Тогда наши разработчики записали всё, что он сказал, даже вещи, которые он сказал, будучи пьяном. Поэтому у них и получилась такая игра. Там есть сложные места, как, например, стрелялка. Да не просто сложные, а абсурдные. Они заставляют тебя думать, почему? Ха-ха, абсурд. Это абсурдная игра. Существует не так уж много игры с изменительностями, которые используют все их идеи, не так ли? Нет. Правда? Если бы мы делали подобное, то это была бы уже не игра. Почему так? Если бы мы пытались задействовать все приложения, то тогда бы... было бы трудно сделать игру, сбалансированной или проходимой в сюжетном плане. Ну, мне кажется, разработчики были бы крутыми, раз они смогли создать такое. Так-то крутое. Это удивительно. Создать хотя бы одну такую игру. Но я уверен, что разработчики устали от работы над ней, и они постепенно исчезли с тайтл. Блин, вы неожиданно уйти в оставку. Мы хотим пройти вызов Токеси. Арино направляется к издателю компании, который напечатал руководство по покраждению этой игры. Сможет ли он найти какие-либо зацепки? Мы ведем беседу с сотрудником от Аппликэйшн, который достал в то время. Это книжки? Мы их публиковали, конечно. Это было давно. Был публиковали в домо? Ну, давай. Так, вот они такие. Да, так. Гуляя на них, сейчас мне кажется, что они к ним чуть-чуть детскими, кажется. Действительно. В конце концов, когда еще была РФ Умекома, играли в нее, по большей части, бюлете. После того, как мы выпустили тираж, нам проходило около сок жоп в день. Каждый день? Именно. Они купили книгу Монтонтоки. Прочитали ее, но не смогли пройти игру. Из-за Тонтоки? Не спрашивали, так что вы сделали для нас? Однажды их было около 400. Ну, они возомном были минуты длиной. Около одной минуты. Как короткий телефон звонок? После Энеку? Он умер. Кто? Человек, который отписал это. Человек ответственный за это руководство. Какой же способ умирать? Ах, настолько все выглядело безнадежно. Издатель, быстро опубликовал вторую книгу. Но, несмотря на это, пройти игру было сложной задачей. Что же, она задержит. Что до содержания? И что к то, что вы можете ожидать от Токеси Сана, так как содержимое сражает. Игра неприминейна. Фанаты и мертвые авторы пытались понять Токеси Сана? Я думаю, что они пытались. Но, они же были ведьмы. Они же, возможно, думали, что это такое. Игра не может быть пройденной без книги. Я прав? Проще говоря, они смогли ее пройти даже с ней. Они не смогли ее пройти даже с книгой. Там было три места, которые просто нельзя было пройти. И какие? Первое с пением. А какие остальные? Следующее, терпение. Терпение? Смотрите, я просто. Техника. Техника. Вызыв от Токеси на самом деле очень странная игра. Все, что Токеси Сан хотел, было бы упрощено в жизни. У меня есть уровень стрелялка. И этот уровень необычный. Трозин! А-а-а! Сможет, он не будет двигаться, когда хочешь, иди пилот. Сумма отвергается, если невозможно вернуться. Я вот подумал. Симма не появляется там? Да? Ну, дело сделано. Тогда я попробую пойти. Пожалуйста, постарайтесь. Я постараюсь, где все возможно. Если вы достанете, то я принесу свои извинения. После 10-20 лет, мне нужно поискнуть подсказка. Конечно. Я хочу увидеть концовку. Удачи, Арину. Надо ли мне это делать? Следует мне принять вызов. Легендарная дерьмо игра. Вызыв от Токеси. Легендарную загадочную концовку нужно увидеть своими глазами. Арину принимает вызов. Ах, это было быстро. Уже тут. Сюда. А, что написано хироганы? Я объем менеджера. Благодаря уководству по прохождению дела начинают идти в гору. Вот он. Текилу. Как дорогого, 8000 йен. И это. Первое препятствие. Он заходит в закусочное заметие. О, а я победил девушку. Нашли вы новая струна. О, началось. Эй, на какой струнах я сейчас. Я последую за тобой, обещаю. Я вложил в песню мою печаль. Дождливая новая страна. Эй, а надо все еще продолжать? Где же я остановился? Страна. А, спасибо. А, спасибо. Ради тебя я пойду куда угодно. Дождливая новая страна. А, спасибо. Еще раз. Используя гипад как микрофон, он повторяет испытания кроутий множество раз. Ради тебя, ради тебя, на, ради тебя, на, дождевая новая страна. А, прекращай. Что это? Что мне надо сделать? Наконец-то он прошёл это. Теперь просто победи, я появившийся, я Куц, и затем идти на следующий этап. Появился старик. Что же старик делает? Кто тип тебя вполне не сможет решить тайну этой карты, и оручать тебе мою карту сокровищ. Старик, тебе дай кусок белой бумаги, что ты будешь делать? Что мне делать? Всё, пройти это, оставь бумагу под случайным солнцем на один час. А, так придётся мне подождать часик? Пожалуй, я буду расставить на солнце. А, так придётся мне подождать часик? Хо-о-о-о. Один час! Хорошо. Второе препятствие. Тут не надо ничего делать, кроме как ждать ровно час. Совсем немного. Мне интересно, если надо на кнопку плюс опять же за час? А, ты потратил пустой шанс, который я тебе дал, жалкий негодяй, что это? Что это? А, мне опять петь! После прикосновения кнопки, вся иголка подпошла на осморк. О, должен платить секцию караоке опять. Ради тебя я пойду куда угона! В этот раз, он просто ждёт. Как скучно! Как можно было сделать такую игру скучной? Что это вообще значит? И, спустя час... А, появилось! Появилось! Один мяч, два благословения, три ветра, четыре моря, Успавшись с неба, подали для свидания. Сокрощили человека, в шкуру. Чего, блядь? Раз тебе как отперёд, то он, наверное, уже такой конец! Попадал где! Вот он! Старик! Я вместо этого! А старик-то силён! Наконец-то, получив карту, он управляет аналисов Хентабо. Детальплан. Последнее препятствие. Умная стрелялка с детальпланом. Какие-то струбные штуки летят! Что это вообще? Чего? Я не могу понять вверх! Что это? Не могу понять вверх! Я упал! Что это? Мне надо записать пароль. Как возмутительно! А, я же ценю вверх! Ну, и кемарой! А, я ошибся! О, татататат! После того, как он неправильно ввел пароль, Арина временно наступает, а уйди Ямады не другой выход, как Кракета. Будучи наконец пойманной службой, Эда Ямада окончена, и снова это Арина. Наконец-то последний уровень. Чёрт, сердце бьётся. Вот она. Наконец-то я нашёл сокровище. Круто. Чёрт, это всё? И никаких заключительных титров? Конец. А, если я подожду 5 минут, то случится что-то хорошее. Ещё 5 минут. Это заняло много времени, конечно. Пощелкнул 5 часов. Код 86. Просто ты считаете по 86, и так в моём время прошло... Плохо, я не мог посчитать. Хе-хе-хе. Головы пусто. Не могу посчитать. А, что-то появилось. После 17 лет, наконец-то появилась концовка. Концовка игры, впервые на ТВ. А, что-то появилось. Почему ты воспринимаешь эту игру так серьёзно? И здесь у тебя есть. КА-а-а-а, токи Стэн прааааааав. Я воспринял её слишком серьёзно. Он меня, конечно, позовел. Было очень трудно. Всё, перед глазами расплывается. Тыдыдыдыдыдыдыдыдыдыды. или почему-то вы спрашиваете так вы так серьезно вызов такими себя гаси битки тонну коллекция игры айта это а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 第3次世界大戦から31年後 ネオ東京が舞台のアドベンチャーゲーム 大友克博の原作がゲームで楽しめる 平成14年落書き王国 主人公が描く落書きが3Dのキャラクターとなり ストーリーを進めていく 隣のトトロの作画監督もアートディレクターとして参加 平成15年 無人街 無人街 平成15年12月に発売される最新作 香港映画の武京をテーマにした新感覚3Dアクションゲーム 主人公キャラクターはガクト氏が演じ スピード感が増える派手なアクションを撤退する 平成15年 高橋直子のマラソン使用よ マラソンランナーの高橋直子選手と小出監督が実名で登場するシミュレーションゲーム プレイヤーはプロスポーツクラブのオーナー兼陸上監督となり 最強の女子マラソン選手を育てていく さあ今選手たちが一斉にスタートを切りました このレースの模様は私ネダーアキラがお伝えしてまいります そのまま особо не отправить на радует даже так как это говно играл все же и игры на дайте очень плохим и как они интересны и увлекательны так что мне это нравится а по ним все жале по я уже устал хоть по этим компаниям